Когда стая волков приблизилась к раненому мужчине, который испытывал сильную боль, он подумал, что его время пришло. Однако то, что произошло дальше, было самым безумным и невероятным из всех моментов. Виктор поднял глаза, весь его тело дрожало от смеси боли и страха. Он видел несколько волков, идущих к нему, выставив зубы и готовые разорвать его на части. Он закрыл глаза, ожидая неизбежного нападения. Его мысли вернулись к его жене Ане, которая ждала его дома. Как долго она будет ждать, прежде чем поймет, что он встретил свой конец в лесу? Волки вышли из кустов один за другим. Они, должно быть, почувствовали запах крови из раны на его ноге и следовали за запахом к своей легкой добыче. Он был слишком больно ранен, чтобы пытаться бежать, и он также знал, что никогда не сможет избежать стаи голодных волков. Борьба с ними не была вариантом. Ему оставалось только смотреть на них. Он знал, что не следует смотреть дикого хищника в глаза, но если эти последние минуты на земле были для него последними, он хотел провести их с взглядом, прикованным к чему-то красивому. И черт возьми, какие красивые были интарные глаза этого большого волка. Странно, но это не первый раз, когда он видел волка так близко. Однако тот случай был совершенно отличным. Несколько лет назад, когда он глубоко в лесах на охотничьей экспедиции, Виктор столкнулся с трогательным зрелищем. Он наткнулся на волчонка, кровоточащего и явно огорченного. Печальные вопли молодого животного пронзили душу Виктора, подталкивая его подойти ближе и расследовать. Когда он приблизился, он не мог вынести видеть страдания волчонка. Виктор огляделся в поисках его родителей, но казалось, что он был один, и это продолжалось уже довольно долгое время. Решив помочь, он осторожно поднял раненое животное и отправился домой. Проходя быстро с волчонком в руках, Виктор размышлял о том, что могло произойти с бедным малышом. Похоже, что он не упал или не был атакован другим волком. У него была хорошая теория, возможно, волк пытался охотиться на дикого кабана, который часто появлялся в этой местности, и кабан сопротивлялся, победив в борьбе. Волчонок был все еще маленьким и, скорее всего, не мог привести к земле такое крупное животное, как кабан, поэтому логично, что он получил больше всех травм, чем его потенциальная добыча. Доходя до своего дома, Виктор осторожно передал волчонка своей жене Ане. Оба они внимательно оценили многочисленные травмы волчонка, обсуждая, что им нужно делать дальше. Решив спасти хрупкую жизнь, они тщательно перебинтовали порезы и ссадины, уделяя особое внимание очищению и лечению ран волчонка. Ведь им не хотелось, чтобы этот крошечный зверь подхватил какую-то инфекцию, которая могла легко убить его. Если боль становилась невыносимой, они даже предоставили волчонку обезболивающее, чтобы облегчить его страдания. Однако, к сожалению, они осознали, что есть одна травма, которую они не могли полностью излечить, большой кусок, образующий букву Ви, отсутствующий у волчонка на ухе. Это стало постоянным напоминанием о трудностях, с которыми он столкнулся. Это должно было стать определяющей чертой для волка. С течением времени удивительная устойчивость волчонка поразила Виктора и Ону. Ранее угнетенное и слабое существо постепенно восстанавливало свои силы, радостно поедая предлагаемую своими спасителями пищу. Они создали волку особенное гнездо в запасной комнате дома, создавая убежище, полное безопасности и тепла, место, которое они регулярно проверяли, чтобы обеспечить его благополучие и продолжающееся восстановление. Однако, когда они заметили, что волчонок тоскует по свободе, Виктор решил построить убежище в их довольно большом саду. Это позволило бы им сохранить безопасность волчонка, позволяя ему выходить на улицу и быть ближе к природе и его естественной среде. К сожалению, это было временным решением, и они знали, что не могут держать волка вечно. Хотя отпускать его было больно для их сердец, они глубоко понимали, что волк, теперь полностью восстановившийся, заслуживает быть с другими своего вида, бродящими по снежным лесам и наслаждаясь своей свободой. Когда они отпустили волка, он не ушел далеко. Первые несколько месяцев были полны радости, когда волчонок бегал по имению Виктора и Анны, исследуя покрытые снегом окрестности. Но по мере течения времени его инстинкты становились сильнее, и его звала дикая природа. Он слышал вой волков, доносящийся из ближайшего леса, и знал, что как-то они призывают его. Он знал, что ему нужно пойти и присоединиться к ним. Виктор и Анна наблюдали, как волчонок мчится к лесу, месту, где ему по-настоящему принадлежало. Однако, достигнув линии деревьев, он внезапно остановился и посмотрел назад, глядя на человеческую пару с искренней благодарностью. Казалось, что волк выражает свою признательность за второй шанс на жизнь, который Виктор и Анна ему дали. И с этим он исчез в снежной дикой природе. Виктору пришлось попрощаться со своим пушистым спутником, зная, что он сделал правильное дело. Он вернулся к своей рутине водителя грузовика для перевозки древесины, продолжая исследовать леса и охотясь для обеспечения себя пищей. Однако судьба приготовила для него сюрприз во время одной опасной охотничьей поездки в лютую зиму. Беда настигла Виктора, его нога оказалась запертой в медвежьей ловушке, которая схватила его голень, вызывая невыносимую боль. Бессильный и отчаянный, он попытался ползти домой, оставляя след из крови на снегу. Его страдания усиливались, и мысли о выживании казались все более далекими. Однако вдали звук хруста снега привлек внимание Виктора. Его сердце пропустило удар, когда из снежного покрывала вышел крупный дикий волк, зубы обнажены и готовые к нападению. Волк был покрыт шрамами и следами многих боев, в которых он участвовал. Паника овладела Виктором, который уронил свое оружие и не имел средств для самозащиты. Он готовился к худшему, предполагая, что волк нападет на него в его уязвимом состоянии. Однако произошло нечто необычное. Когда страшный волк приблизился, его манера поведения преобразилось из угрожающей и смертельной в почти дружелюбную. Его глаза отражали узнавание, и, наклонив голову в сторону, он показал ухо в форме буквы В, вызвав удивление у Виктора. Это был тот самый волк, которого он спас несколько лет назад. Волк, должно быть, узнал своего спасителя, своего человеческого компаньона из прошлого. Волк подошел к нему и понюхал его раненую ногу с любопытством. Внезапно из глубины леса вышли еще волки, и их внешность была более свирепой, чем у первого. Было ясно, что это была остальная часть стай. К сожалению, они не узнали Виктора как друга и рассматривали его как легкую добычу. Однако волк с ухом в форме В зарычал и залаял, подчеркивая свою доминантность и указывая другим не вредить Виктору. Вопреки всем ожиданиям, стая волков окружила мужчину, но не атаковала, создавая невероятный союз. Если их альфа подчинился этому человеку, то они тоже должны. Они следовали невысказанным указаниям и собрались вокруг бедного, раненого Виктора. Руководимые интуитивным пониманием его уязвимости, стая сопровождала Виктора в тяжелом пути домой. Его сломанная нога и леденящий холод делали каждый шаг как милю. Тем не менее присутствие волков служило ему опорой и поддержкой. Виктор не мог поверить в преданность и сострадание, которые он испытывал от этих диких существ. Они окружали его, а его старый друг шагал впереди, выравнивая путь для него. Когда Виктор наконец достиг безопасности своего дома, он почувствовал глубокую благодарность и изумление перед волком с ухом в форме В. Виктор. Его верный спутник спас ему жизнь, отплатив долга в глубоком и необычном смысле. Путешествие было трудным и болезненным, но Виктор знал, что с волками рядом он получил верхний дар, шанс на выживание. Это был способ волка отплатить ему за спасение жизни, и за это Виктор был вечно благодарен. Теперь слово за вами. Что вы думаете об этой невероятной истории? Вы бы спасли бедного, раненого волчонка, и как бы вы реагировали, когда он пришел к вашей помощи все эти годы спустя? Как всегда, мы будем рады услышать ваши мысли и мнения в разделе комментариев ниже.